Назначение пенсии в ЛНР тесно связано с данными персонифицированного учета. Эти данные, накопленные с июля 2000 года, хранятся в Государственном реестре Общеобязательного государственного социального страхования. Реестр застрахованных лиц – это информационная база, которая постоянно обновляется и содержит сведения о месте работы, о периоде работы застрахованного лица, а также о доходах, за которые был уплачен страховой взнос. И эти данные непосредственно влияют как на право для назначения пенсии, так и на ее размер. Если человек работает на предприятии и за него уплачиваются страховые взносы, то эти периоды, безусловно, засчитываются ему в страховой стаж. Но бывает так, что человек не работает, либо работает и учится за рубежом, и эти периоды в страховой стаж ему не засчитываются. Для таких лиц добровольное участие в системе Общеобязательного государственного пенсионного страхования является единственной возможностью включить определенные периоды в страховой стаж. Согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики, на пенсию может претендовать гражданин, который имеет не менее определенного количества лет страхового стажа. Конечно, это зависит еще от вида пенсии, на которую он претендует, либо от группы инвалидности, от возраста, но в среднем это не менее 15 лет обычно. При наличии неполных месяцев страхового стажа за периоды с января 2004 года можно произвести доплату страховых взносов и таким образом увеличить свой страховой стаж. Либо можно заключить договор о добровольном участии в системе Общеобязательного государственного пенсионного страхования, также за периоды с января 2004 года. Как вариант, гражданин может обратиться в Территориальное управление труда и социальной защиты населения и там оформить ежемесячное пособие для лиц, которые не имеют права на пенсию. Механизм добровольного страхования определен порядком добровольного участия в Общеобязательном государственном пенсионном страховании, который утвержден приказом Пенсионного фонда Луганской Народной Республики от 9 сентября 2016 года номер 96. Этим порядком четко определены три категории лиц, которые могут воспользоваться правом добровольного страхования. Это физические лица, которые достигли 16-летнего возраста и не являются застрахованными лицами и пенсионерами, то есть на момент обращения они не работают, не занимаются предпринимательской деятельностью и не получают пенсию. Вторая категория лиц – это физические лица предпринимателей. Если они являются инвалидами, они освобождены от уплаты за себя единого взноса и получают согласно законодательству пенсию по инвалидности или ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию. Также это могут быть застрахованные лица за те периоды до даты заключения договора о добровольном страховании, в которых они не подлежали общеобязательному государственному социальному страхованию. Договор о добровольном участии в государственном пенсионном страховании заключается на любой срок, но не менее чем на один год, за исключением случаев единоразовой уплаты этого взноса. И за те периоды, начиная с января 2004 года, в которых гражданин не подлежал общеобязательному пенсионному страхованию. Оформить договор добровольного страхования можно, обратившись в управление Пенсионного фонда Луганской Народной Республики по месту жительства, подать соответствующее заявление, приложить необходимые документы. Ежемесячная сумма уплаты по договору о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования определяется самостоятельно лицом, которое участвует в этой системе, но при этом сумма уплаты этой не может быть меньше минимального страхового взноса. С 1 июля 2019 года минимальный страховой взнос составляет 1 232 российских рубля 13 копеек за один месяц страхового стажа. Например, в сентябре 2019 года к нам в управление обратилась гражданка с заявлением на назначение пенсии, предоставила необходимые документы. Специалисты проанализировали пакет документов и было установлено, что не хватает ей для права на назначение пенсии по возрасту 12 месяцев страхового стажа. На момент обращения эта гражданка не работала. И в 2004-2005 годах у нее был период, когда тоже она не подлежала общеобязательному государственному пенсионному страхованию, но тоже был период, когда она не работала. Таким образом, с этой гражданкой возможно было, и мы заключили договор о добровольном участии в государственном общеобязательном пенсионном страховании. Срок 12 месяцев за период с 2004 по 2005 год любые там она 12 месяцев выбрала. И минимальный страховой взнос за месяц у нее 1 232 рубля 13 копеек. Когда срок действия договора окончится, при условии своевременной уплаты в полном объеме эти месяцы и зачтутся в страховой стаж, и таким образом будет назначена пенсия по возрасту. Также к нам часто в управление обращаются граждане, которые сейчас или когда-либо работали на условиях неполного рабочего дня или рабочей недели с вопросом, а как же им учитывается страховой стаж. Если по каким-либо причинам работник трудится в режиме неполного рабочего времени и получает доход меньше минимального, то, соответственно, страховой стаж ему учитывается пропорционально сумме страховых взносов, уплаченных из суммы заработной платы. И вот таким гражданам можно произвести доплату до суммы страховых взносов, чтобы она стала не меньше размера минимального страхового взноса. Таким образом, эти неполные месяцы будут ему зачтены в страховой стаж в полном объеме. Также хочу обратить ваше внимание, что добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования либо суммы доплаты до минимального страхового взноса могут восполнить только недостающий страховой стаж. А специальный стаж, льготный, который дает право выхода досрочного на пенсию, можно только заработать на соответствующем рабочем месте. Если у кого-то какие-то интересующие вопросы, либо какие-то разъяснения, вы всегда можете обратиться по телефону 202-43 нашего управления, либо подойти в кабинет 210. Можно просто, даже если еще не являетесь вы будущим пенсионером, еще может быть далеко это время, можно подойти с паспорта, с копией справочки о присвоении идентификационного номера в кабинет 210. И там специалисты вам распечатывают всю информацию, выписку выдадут по форме ОК-5 из реестра застрахованных лиц. Вы сможете сверить, какая же информация по состоянию на данный момент хранится в реестре, и на что вы сможете потом рассчитывать при оформлении пенсии.